Считается, что Симбирская епархия образовалась в 1832 году. Ранее она входила в Казанскую епархию, хотя на тот момент на территории нашего края действовало 600 храмов, что гораздо больше, чем в Казанской губернии. 10 февраля 1832 года император Николай I высочайше утвердил доклад Святейшего Синода об учреждении в Симбирске особой третиклассной епархии. Правда, в Симбирске этот документ увидели только в марте того же года. В настоящий момент он представлен в Госархиве области на выставке «Епархиальная летопись», которая включает свыше 200 документальных материалов, рассказывающих об истории Симбирской епархии. Я очень рад присутствовать здесь, поскольку эти документы являются уникальными. Документы, описывающие возникновение епархии, первые годы существования епархии, собственноручно написанные теми людьми, которые стояли у истоков епархии. Документы епархии неразрывно связаны с историей Симбирского ульяновского края. Выставка показывает различные типы документов из церковного делопроизводства, ставленные грамоты, указы архиереев, клировые ведомости, летописи, храмов, метрические книги. До декабря 1917 года не было же ЗАГСов и фиксировались записи о рождении, бракосочетании и смерти православных в метрических книгах. И мы показываем метрическую книгу о рождении, запись художника Дмитрия Архангельского. В другой метрической книге запись о бракосочетании князя Боротаева, о смерти от взрыва бомбы губернатора Сторонкевича. Взгляд невольно останавливается на раскрытой книге, толщина которой около метра. Это самая большая книга, представленная на выставке, как сказал архивист Антон Шабалкин. Она весит около 18 килограмм. Это собранные за 1839 год метрические книги всех церквей города Аллатария и Аллатарского уезда. 190 лет – это большой-большой период жизнедеятельности Симбирской епархии. И мы, конечно, помним и не забываем, что в год Великой Отечественной войны к нам сюда была эвакуирована Московская патриархия, поэтому здесь есть такие вообще очень важные пересечения в судьбе нашей Симбирской епархии. Среди документов есть распоряжение митрополита Сергия Строгородского местоблюстителя Патриаршего престола, который в 1943 году стал патриархом с подлинным его автографом. В соседней витрине можно прочитать докладную записку о недостатках преподавания пения в четырех старших классах Симбирского епархиального женского училища, написанную рукой протоирения Афита Любимова, который в 2000 году был перечислен к лику святых. 21 июля 1918 года батюшка служил в московском храме святителя Спиридона, где он был настоятелем панихиду по убиенным новоприставленным бывшим царе Николае. В тот же день он был арестован сотрудниками ВЧК, а 17 сентября 1918 года тройка приговорила его к расстрелу. Возрождение епархии началось с 1989 года. Строительство и восстановление храмов, служение архиереев, планы. Эта новая история тоже представлена в экспозиции.